Впервые в этом созыве Ярославской областной думы в вопросах ведения комитета по образованию появилось направление высшее образование. Раньше его не было в связи с тем, что это вопрос федерального значения. То есть все вузы у нас непосредственно имеют федеральное подчинение. Но мы на протяжении последних нескольких лет говорили о том, что они находятся на территории нашего региона. Это наш кадровый потенциал, это наши потенциальные работники наших организаций и предприятий. И поэтому мы не можем оставаться в стороне и нужно взаимодействовать с нашими высшими учебными заведениями. Такое понимание в правительстве региона есть. И уже с этого года оказывается поддержка ряду вузов, которые действуют на территории нашей области. В частности, была поддержка инфраструктурных проектов Неминовского университета, РГАТУ в Рыбинске. И не так давно состоялось заседание Совета ректоров в ВУЗе Ферославской области, где я принимала участие. И мы проговорили вопросы возможного взаимодействия и сотрудничества. И на комитете сегодня, когда профильный министр докладывал, представлял эту отрасль, мы тоже договорились о взаимном сотрудничестве. И могу сказать о том, что на уровне правительства региона есть понимание со стороны губернатора. В следующем году будут выделяться финансовые ресурсы на поддержку не только инфраструктуры наших высших учебных заведений, но в первую очередь на поддержку студентов и молодых ученых, на поддержку научных разработок, которыми они занимаются. Будут выделяться специальные стипендии, и в бюджете на это предусмотрено порядка 30 миллионов рублей. Кроме того, будет продолжена практика стимулирования единовременных выплат тем студентам, которые приезжают к нам в Ярославскую область, поступают в наши ВУЗы. И это не только ярославские ребята, но и те, кто приехали из других регионов нашей страны. Для нас важно, чтобы они, поступив, конечно, в перспективе оставались и стали таким настоящим, эффективным, качественным, профессиональным кадровым потенциалом нашего региона. Потому что в этом сегодня есть колоссальная потребность. Она есть и у промышленных предприятий в производстве, она есть в учреждениях социальной сферы, и образования, и культуры. Поэтому мы для себя ставим приоритетную задачу поддержку и молодых ученых, поддержку студентов, золотых медалистов. И на следующий год ставится цифра более 300 человек, которые будут поддерживаться такими единовременными стипендиями из областного бюджета.